МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросы звучат острые, предложения конкретные, обсуждают темы, вызывающие беспокойство большинства софринцев. Такой формат общения позволяет буквально на месте оценить ситуацию и даже прийти к какому-то решению. Решения кое-какие, в том числе и по привокзальной площади, сегодня приняли кое-где, как, например, строительство нового сквера, на каком-то, я уж извиняюсь, отшибе за вокзалом, проходя там на месте, жители сами поняли, что лучше эти усилия перенести на саму привокзальную площадь. Точек интереса сегодня несколько. Среди них и стадион в микрорайоне Сэмс, который будут благоустраивать. Такой формат общения также позволяет рассказать жителям о планах по развитию рабочего поселка, в частности образовательных учреждений. В ближайшее время, в 2026 году, две общеобразовательные школы мы будем капитально ремонтировать. Наверное, основная идеология была такова, что надо, конечно, безусловно, больше уделять внимание всем территориям, и в том числе удаленным. Инициативная группа жителей отмечает, что ощущение дефицита внимания к Софрино возникло в том числе на фоне позитивных изменений практически во всех населенных пунктах округа. Справедливый запрос был услышан. Необходимо больше взаимодействовать с жителями и привлекать сюда и депутатов местного совета, для того, чтобы у жителей поселка Софрино не оставалось ощущение, что они как-то забыты властью. Конечно же, мы и депутаты, которые доизбрались, и которые с самого начала созыва работают на территории, будем сюда приглашать совместно участвовать в этих вопросах. Часть общения проходит и в более неформальной обстановке. За круглым столом с чашкой чая удается обсудить почти 30 вопросов. Самые наболевшие касаются общественного транспорта, школьных автобусов, строительства спортивных объектов, зон отдыха, правдинского переезда. Правдинский переезд. На сегодняшний момент история проектирования активно идет. В марте мы рассчитываем выйти из государственной экспертизы. Активная стоимость уже понятна с этого проекта. Поэтому проектировщики активно работают, очень много данных запрашивают. Проект реальный сейчас живет, идет, постоянно мы проводим встречи. Также обсудили необходимость уделять больше внимания отдаленным территориям округа. В Софрино, например, проживает 15 тысяч человек. А если брать агломерацию, то по статистике более 30 тысяч. Все вопросы взяли на контроль. Результаты пообещали оценить до конца года в рамках похожей встречи. Новую детскую площадку на Оранжерейной улице возвели благодаря программе комплексного благоустройства дворов. Местная детвора уже успела ее облюбовать. Единственный недостаток – это отсутствие необходимого освещения по вечерам. Проблему решили через неделю после установки игрового комплекса. В данный момент, даже если установка опор, должны пройти все инстанции, согласовав с это, потому что проводили земляные работы, чтобы не повредить другие коммуникации. Была, когда в данный момент установлены опоры, и в кратчайшие сроки, то есть дана команда была нашим руководством, и установили экспертные светильники светодиодные, и записали садовчие магистрали от города. Теперь поток света будет направлен на саму площадку и на прилегающую к ней территорию. Светодиодные светильники, которыми оснащены новые опоры, в разы долговечнее галогеновых и натриевых и экономичнее, а светло-желтый оттенок приятнее для глаз. На такие же после выхода из строя или по истечении срока эксплуатации поменяют старые лампы у других фонарей. И мы в короткий срок установили металлическую опору, и в данный момент, сейчас вот погаски уже отключили, в данный момент установили два светодиодных светильника, вот, то есть, чтобы нашим деткам было светло и приятно играть было в вечернее время. Сотрудники Пушкинской электросети установили фонари и на улице Бочарова. Помимо детской площадки, опоры будут освещать и прилегающий пешеходный тротуар. Антон Бутовец, Иван Чинаев, Анна Белова и Мария Головачева. Новости Большого округа. Унылая пора или очей очарования. Осень люди воспринимают по-разному. Кто-то наслаждается еще пригревающим солнцем, любуется золотом осени, осенними цветами, гуляет в парке, ходит за грибами и строит планы на зиму. Других одолевает осенняя депрессия. Когда хочется закрыться дома и ничего не делать, только скроллить ленту телефона. Осенняя депрессия и хандра страшна двумя вещами. Первое. Летом тепло, хорошо, комфортно. И когда человек уходит в осеннюю депрессию, он внутренне сам себе говорит, что дальше будет холодно, погода будет ужасная, состояние будет плохое, дальше белые мухи полетят, и жизнь остановилась. То есть по факту человек сам себя запугивает на бессознательном уровне. То есть ему кажется, с окончанием лета и приходом осени дальше не будет ничего хорошего. Основные признаки – упадок сил. То, что раньше делалось легко, теперь в тягость. В голову лезут только негативные мысли. Все привычные интересы и дела перестают волновать. А главное – не хочется общаться с друзьями. На уровне тела становится некомфортно. Тяжело даются движения и сниженный фон настроения. Первонаперво нужно подумать о том, что вокруг вас должно находиться. Что я имею в виду? То есть ваша задача, вот если вы на бессознательном уровне переживаете, что сейчас станет темно, сейчас станет холодно и так далее, и так далее, ваша задача – не экономить на электричестве, а приходя домой, включать максимально много света. На бессознательном уровне большой свет воспринимается, как спокойная нормальная обстановка. Второй момент – обязательно думайте, какие запахи вокруг вас. Осенью очень хорошо купить себе какие-нибудь вкусные духи. Окружать себя вкусными запахами любимой пищи, травяных чаёв с фруктами и специями. Осенью очень важно давать себе физическую активность. Через не хочу, хотя бы дома немного спортивных занятий. Хорошо подойдёт йога. Есть комплексы по борьбе с тревожностью, депрессией и апатией. Там работа с телом и дыханием. Есть йога для пожилых и продвинутых. Любой может найти подходящее упражнение. Для этого нужен только коврик, но можно и даже без него. Ты становишься гораздо спокойнее. То есть ум приходит в баланс. То есть что касаемо каких-то эмоциональных вот этих выплесков, каких-то нестабильных ситуаций в жизни, их много, они, которые начинают выводить тебя на эмоции или что-то. То есть это всё куда-то исчезло. То есть я стала смотреть на мир гораздо адекватней. Хорошо прогулки и плавание. Доступно каждому. В идеале пойти на танцы. Это и спорт, и заряд эмоций, новые знакомства. То есть задача вот эту физическую активность не убирать ни в коем случае. Ещё очень важный момент – думать о том, как концентрироваться на радости. И здесь помогает дневник вот этих радостей. Если вы, вы прям заведёте красивую тетрадочку и будете записывать, ой, у меня сегодня что было хорошего, у меня я сегодня там с человеком с интересным встретился, мы там вот об этом, об этом поговорили, или книжку я новую прочитала интересную, или фильм посмотрел, или еду вкусную сделал. То есть ваша задача – вести дневник радостей. Для чего это нужно? Мы же очень часто концентрируемся на плохом. И это плохо, и это плохо, то нехорошо. А если перестроить своё мышление и концентрироваться на хорошем? И не давать себе возможность уходить в это уныние? А ещё осень – это повод разобрать гардероб, выбросить всё старое и ненужное. Если пригодно – отдать на ЭК-акцию или продать. Если год вещь не надевалась, значит, она не нужна. Можно побаловать себя шопингом, купить новые вещи в осенней гамме. Ну и не забывать про общение. У каждого есть пять близких, родных людей. Провести с ними время, куда-то сходить, пообщаться, выпить кофе. И настроение сразу улучшится. Не хандрите, впереди только лучшее. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Под песней «Короля и шута» и «Гражданской обороны» люди делают сердечно-лёгочную реанимацию манекену. Музыка нужна ещё и для того, чтобы попадать в ритм и делать нечастые надавливания. Примерно одну в секунду. Первый караоке СЛР-баттл – соревнование в отработке умений показанию первой помощи при отсутствии сознания и дыхания под руководством инструкторов и исполняемой ими песни. Нелёгкая эта работа – тащить с того света человека. Навыки первой помощи, очень хочется, чтобы они никогда не пригодились. Но всё-таки их знать должен каждый. Обычный человек, не медик. А самое сложное, наверное, это сердечно-лёгочная реанимация. А сейчас я попробую это сделать 30 раз, да? Да, глубже. Прямо и ручки. И до конца прям в ритм. Самое главное – не останавливаться. До того, как приедет скорая помощь, появится дыхание или сознание. Или вас заменит кто-то другой. Такими простыми движениями мы помогаем человеку дышать. А значит, мозг не умрёт без кислорода. Насосную функцию сердца заменяем, прокачиваем кровь через главный мозг. Пока мы давим, человек живой. Как только мы прекращаем, соответственно, мозг начинает умирать. Это называется реанимационная жизнь. В субботу в ТРЦ «Акварель» прошло интерактивное образовательное представление «Горет звездой» от команды российского общества первой помощи. Мероприятие для взрослых и детей. Обстановка больше похожа на игру. Присутствуют элементы интерактивности. Дети в такой атмосфере запоминают лучше. Мероприятие направлено на популяризацию первой помощи. Мы делаем так, чтобы первая помощь вставала на цивилизованное русло. Как оказание и обучение, и популяризация её были в соответствии с законодательством. Потому что всё прописано у нас в законах. Чтобы люди узнавали о том, что первая помощь – это вообще про них. Чаще всего обычные люди, власть населения, думают, что первую помощь должны оказывать медики, спасатели, фельдшера, скорая помощь. Но не они сами. А в соответствии с 323-м федеральным законом есть первая помощь, которая имеет право оказывать все граждане Российской Федерации. А это уже современная красная шапочка, что идёт к бабушке, но по дороге помогает волку и попугай до приезда Айболита. Оказывает первую помощь. А потом и бабушке, которая так долго ждала, и сердцем стало плохо. Всей командой спасают бабушку. Я сама из медицины. Я знаю, насколько это важно – спасать, помогать людям и вообще знать, что делать при экстремальных ситуациях. Потому что они происходят в любую жизнь, в любые моменты. И в обычные дома, и на работе, и в школе. И детям, конечно, важно знать, как себя проявлять. Чтобы помочь человеку, нужно всего лишь две руки. Но многие боятся навредить. Сделать ещё хуже. Однако, за последние 50 лет ещё никого не привлекали к ответственности за незначительный вред при оказании первой помощи. В то время как оставление человека в опасности – это уголовно наказуемо. Анастасия Спилина, Владимир Парфёнов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Активисты движения «Волонтёры Подмосковья» и «Волонтёры Победы» вместе с молодёжью округа сыграли в игру «Та самая Россия». Приуроченную ко дню народного единства. Она состояла из трёх блоков – география, культура, искусство. Надо было ответить на вопросы, угадать, горы или город по фотографии. На ответ всего одна минута. Мы надеемся, что эта игра понравилась всем ребятам, которые посетили нас сегодня. Вопросы были несложные. Все ребята справились, телефонами не пользовались. Пользовались только своими знаниями и эрудицией. В ходе интеллектуальной игры участники погрузились в атмосферу исторического единения и социальной сплочённости. Каждая команда старалась продемонстрировать не только свои знания, но и умение работать в команде. По итогу каждой вручили диплом участников. Всё отлично, всё понравилось, было легко. В принципе, соперники были достойны, но смухлевали чуть-чуть. Я не ожидала, что данная игра будет очень весёлая, узнала много нового. В принципе, это было очень полезно для меня. Много полезной информации, было очень весело, командный дух присутствовал. В целом, всё очень понравилось. Участники отметили важность таких инициатив для воспитания патриотизма и укрепления гражданской идентичности среди молодого поколения. Ребята выразили желание продолжать подобные мероприятия в будущем, так как такие встречи обогащают не только знания, но и дружеские связи. Анастасия Спирина, Владимир Парфёнов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Небольшая разминка и можно приступать к выполнению простых элементов. Например, это змейка, фонарики, ёлочка и другие. Так, в Доме культуры «Современник» проходит занятие кружка артистического катания на роликовых коньках «Роллер». Появился он недавно, в сентябре этого года. Руководитель кружка Юлия Лопаткина уже порядка 20 лет катается на коньках и роликах. За плечами у неё опыт работы в школе фигурного катания. Раньше Юлия проводила подобные занятия в другом учреждении больше полутора лет. Теперь открыла кружок в ДК. Мне хотелось уже свои навыки, которые я получила ранее, вкладывать в молодое поколение. Кружок у нас носит оздоровительный характер. Дети учатся тормозить, учатся стоять на роликах, держать равновесие, баланс, ну и различным-различным элементам. Как правило, занятия проходят на улице, когда плохая погода, перемещаются в помещение. Как раз так было во время нашей съёмки. Шёл дождь. На занятиях дети осваивают базовые навыки катания, технику безопасного падения, основы фигурного катания и учатся преодолевать препятствия. Занимаются по часу дважды в неделю. Возраст от четырёх лет. На занятиях нам объясняют, что и как надо делать. Ну, нам это объясняют на своём опыте. Допустим, если нам что-нибудь сложно, учитель нам объяснит ещё раз, подойдёт, покажет, как это сделать. Мне очень нравится разгоняться и кататься на роликах по кругу, потому что там можно разгоняться, а я люблю разгоняться. Мне очень весело кататься, потому что мы занимаемся разными прыжками, катаемся и кружимся. Я недавно, примерно полмесяца. Да, получается, даже очень хорошо, и мне нравится. Мне больше всего нравятся фонарики, потому что у меня не получается больше всего. Катание на роликах позволяет улучшить физическую форму ребёнка. В процессе работают различные группы мышц, способствуют и координации движений, учатся держать равновесие. Кроме того, это отличный способ потратить энергию с пользой. Самое главное – физическое развитие, энергетический выброс. Она сейчас пришла в школу, и это очень важно, потому что там они сидят, первый класс, очень всё тихо. Здесь она все свои эмоции в балансе держит. Здесь выпрыгнула, а в школе уже сидит спокойно. Юлия планирует вместе с детьми из кружка участвовать в разных соревнованиях. Уже даже были первые выступления на празднике в ДК. А зимой, соответственно, ролики поменяют на коньки, и ребята выйдут на каток. Евгения Коломиец, Владимир Парфёнов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Новости Большого округа. Новости Большого округа. Новости Большого округа. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...